Как говорил один классик, ролики по Блэк Роше есть. Какие ролики, спросите вы, новостны. Поэтому, если вам всё это нужно... Я не буду. Хорошо, ладно. Я хотел, знаете, что сказать? Я хотел, знаете, вот встать на сторону Владислава Павлова и рассказывать вам в начале видеоролика о том, что вот есть там, знаете, мои промокоды, о том, что нужно подписаться на канал, о том, что нужно поставить лайк под данный видеоролик, или там дизлайк, или отписаться от канала, или сделать себе прочие вещи. То есть, я вообще... А зачем всё это рассказывать в начале видеоролика? Человек захочет, сам всё это сделает, сам подпишется, сам поставит лайк, сам поставит дизлайк, сам сделает всё вот это вот прочее. И иногда я, бывает, говорю в конце, мол, ставьте лайки, ставьте дизлайки, но вы-то все понимаете, что это для того, чтобы растянуть хронометраж, чтобы там ролики были по 8 минут, и чтобы у роликов, как бы, было много монетизаций коммерческих, вот этих вот всех просмотров, чтобы всё у роликов было хорошо, и чтобы они, типа, набирали много просмотров. Я думаю, что вы сами всё это должны понимать, и вообще вы, как бы, свободные люди, вольны сами думать, говорить, делать то, что вам вообще нравится, нужно, и вообще то, что вы хотите там вот со всем этим сделать. Однако, давайте вот уже перейдём к самой новости, потому что я тут опять разговаривался на минуту 28 минут, и вот новость, как бы, я что-то её про неё вообще забыл, и не рассказал, и подумал, зачем она вообще нужна, а она нужна. Вчера основатель Блэк Раши Кирилл Вовк на своём канале выпустил мини-анонс обновления. Было показано графическое улучшение, которое весьма приятно ей глазу. Господи, весьма приятно глазу, а не весьма приятно ей. И что за Т9? Вот Рома Злобин, ну как такого? Я просто, я уже, прям, у меня так трясёт. Нет, это я не могу. Я читаю пост, я хочу за один раз его прочитать, рассказать с выражением. Хорошо, чтобы всё было у людей, чтобы всё им было понятно, чтобы им было приятно всё это смотреть, читать и так далее. Я мог не обратить внимания и прочитать нормально, но я обратил, я решил читать по букве, чтобы всё было правильно. И нет, и он напишет приятное глазу. Ладно, возможно, так можно написать, потому что мне там из-за новации предъявили, сказали, что новации это есть такое слово, да ты чё, да ты дурак. Хотя я ещё в том видеоролике сказал, что да, возможно, такое слово есть, но нет, они услышали только то, что я сказал, да нет, такого слова нет, и по итогу прицепились ко мне. Я просто, как вы это делаете? Также в глаза бросилось новое радиальное меню, которое упростит вашу игру в разы. Вот, как бы, само, вот есть первый скриншот, на котором непонятно, если честно, что показано. Там есть вот справа Кирилл Вовк, по-моему, он как-то комментировал один из моих видеороликов, я могу ошибаться, но, по-моему, нечто подобное было. Может быть, это был не он, может быть, это был он. В общем-то, Кирилл Вовк, респект, красава, уважение, крутой чел. А второй скриншот, это у нас, в общем-то, само радиальное меню, каковым его назвал Рома Злобин, как оно там, типа, приятное глазу, приятное глазу. Не приятно глазу, а приятное глазу. Приятное с полезным глазу. И можно вот вообще в дебри какие-то уйти, начать говорить вот так, зачем все это делать, если есть русский язык, и нужно говорить по нормам русского языка. Почему нельзя это сделать нормально? Почему, в чем проблема, я не понимаю. Однако, вот, теперь, видимо, все вот эти вот команды перестали существовать, перестали действовать, потому что теперь у нас у всех есть радиальное меню, которым мы можем пользоваться. Допустим, там попросил нас человек на улице, ну или там полицейский, ну или все прочие люди, передать паспорт. Хотя, по-моему, по законам любого вообще, вообще, это же криминальная Россия. А в России, как вы можете знать, если вы откроете паспорт в конце, если у кого-то он есть, я думаю, что он есть у многих людей, там написано, что паспорт нельзя никому передавать. То, что ты его должен показывать из рук. Поэтому, я думаю, что было бы лучше показать паспорт, там, показать медкарту, и, там, показать лицензии, показать ПТС. То есть, совершить обмен претензий нет, но вот три из пяти вообще вот всех вот этих вот вещей, ну, оно как-то выглядит не особо приятно, понятно, и, типа, передать. Что такое передать? Типа, показать, показать из рук, потому что это же криминальная Россия, ты не можешь передавать свой паспорт. И, когда его вот подписывал, когда ты его получил, ты обязался, обязуешься вообще его никому не передавать, ни вообще вот все вот это вот прочее, чтобы он был только у тебя. А так, если ты его кому-то передал, и человек, допустим, его порвал, то тебе, в общем-то, от этого только хуже, потому что ты, типа, сам нарушил закон, сам нарушил статью в паспорте, которая говорила, что ты не можешь все это сделать. Однако, в целом-то, меню выглядит классно, но вот если бы исправить вот эту вот всю ошибку, или даже не ошибку, а не точность, как было бы красивее, как было бы правильнее с точки зрения всего этого. Если какие-то значимые люди с BlackRush смотрят мой вот этот вот канал, мои вот эти вот все видеоролики, то, наверное, было бы неплохо, если бы вы исправили то, как все это написано, типа, там, знаете, показать паспорт, а не передать. В целом, иконки нарисованы круто, красиво, классно, то есть, по ним сразу можно понять, что вообще ты можешь передать. И если бы не было, допустим, текста, вот этого всего, я бы, наверное, спутался с ПТС и с паспортом, а лицензии, я думаю, что я бы понял, что это лицензии именно по иконке самой, если бы не было вот этого вот внизу, того, что мы передаем по итогу. То есть, я бы вообще все это понимал, и все было бы замечательно круто и классно, и замечательно еще раз. Вообще, у Кирилла Вовка, у этого самого человека, у него в том видеоролике было много всяких, таких, знаете, интересных отсылок на другие проекты. Разумеется, название конкурирующих проектов называть нельзя, это вообще, типа, зачем давать им какую-то лишнюю рекламу. Я думаю, что вы сами знаете и представляете, какие там есть проекты конкурента, которые не особо-таки можно упоминать. Поэтому, я думаю, что вам все это рассказывать не придется, и вы сами, в общем-то, поймете, про какие проекты в GTA CRMP идет речь насчет всего этого. Однако же, Кирилл Вовк нам показал все вот эти вот интерфейсы, которые были на Black Rush, которые будут на Black Rush в скором времени. И почему-то выход обновлений, то есть, как-то он замедлился. Раньше ты заходишь в какое-нибудь новостное издание, и там, опа-опа-опа, то есть, миллионы, миллиарды всех вот этих вот обновлений, которые там будут. Возможно, потому что они немного раньше, до всего вот этих вещей, до того, как у них появилось там много серверов, они их как бы открывали. И чтобы на сервак активнее заходили, чтобы сделать такую некую промо серваку, нужно было, так знаете, сделать обновление. Вот все эти обновления, в первую очередь, разумеется, будут доступны на новом серваке. У них какой-то очень крутой маркетинг-отдел, как мне кажется. Я уже об этом рассказывал, упоминал и говорил, но кто придумал именно это? То, что вот все вот эти вот функции, которые новые, они будут доступны только на новом проекте. Типа, это же гениально. Люди заходят без всего, без имущества, и, по сути, они там сразу же тестируют новые вот эти вот все обновления, смотрят на них, как они все происходят. Плюсом затягиваются во всю эту игру, плюсом понимают, что от них хотят, плюсом понимают, что вообще от всего этого нужно. И вообще, я думаю, что это замечательное такое, знаете, движение. То есть, это прям правильно, вот то, как все это должно быть на самом деле. Вот как лично мне, опять-таки, все это нравится. Однако, вы можете выразить свое мнение по поводу всех вот этих вот маркетинговых решений в комментариях, по поводу вот всей вот этой вот Black Rush и по поводу всех вот этих вот прочих вещей. Поэтому, если вам все это нужно, если вам все это необходимо, если вы вообще знаете ли крутые люди, которые там всем вот этим вот занимаются, то вы можете там перейти по ссылочке в описании на Black Rush, скачать клиент, скачать лаунчер, скачать все прочие вещи, внести мой, так сказать, никнейм в поле пригласившегося игрока при регистрации своего вот этого нового аккаунта, а потом еще и ввести мой промокод, по-моему, со второго уровня он доступен, хэштег ZDS, чтобы у вас все на Black Rush было хорошо, замечательно, отлично и, что немаловажно, нормально. Поэтому, если вам все это нужно, если все эти прочие вещи вам нужны, то, разумеется, заходите, узнавайте, познавайте и ознакомливайтесь со всеми вещами. Я играл на проекте Black Rush и рассказывал про Black Rush, вся информация будет в описании по поводу всех вот этих вот проектов и всего прочего, поэтому заходите, узнавайте, познавайте. Всем спасибо за просмотр и всем до свидания и, наверное, пока.